Здравствуйте! На канале ТВ5 тема дня. 13 декабря во всем мире отмечается международный день детского телевидения и радио. И сегодня у нас в гостях Михаил Эдель, директор Запорожского областного центра научно-технического творчества и руководитель детской телестудии «Грани». Михаил Григорьевич, здравствуйте! Сколько лет уже существует студия? Студия возникла 40 лет назад, когда я молодым специалистом пришел на станцию юных техников тогда, сейчас на центр «Грани» и организовал там киностудию. Мы снимали на пленку, на кинопленку, снималось не на цифру. В 80-х годах, с 80-х по 86-й, на областном телевидении, тогда было только одно телевидение, областное, была авторская передача моя, где я был автором сценария, со-режиссером, и мои ребята участвовали. Передача называлась «Семная техника», это была цикловая передача, где мы пропагандировали детское техническое творчество. К сожалению, в 90-х годах пленочное кино умерло, особенно любительское, детское, и мы потихонечку начали переходить на видео. Ну, техники монтажной не было, монтировали встык, вот, но тогда мы организовали радио, поскольку монтажная линейка для создания радиопрограмм у нас существовала, мы ее использовали для кино. И мы, а тогда детям была очень интересная волна ФМ возникла, и мы организовали еще одно направление радиопередачи. И вот мы выходили в эфире, правда не на вашем канале, на областном, в эфире радиопрограмм, программа называлась «Школяр», которую делали дети под ключ. Вот, и она выходила где-то с 96-го по 2005-й год. Дети делали сами, да. За это время мы немножко накопили техники и смогли уже делать под ключ телевизионные программы. То есть мы уже снимали их и монтировали. Мы снимаем, ребят, я учусь снимать кино, учусь снимать, делать телепередачи, но, в общем-то, задача такая, чтобы ребенок пощупал каждую специальность, связанную с кино, телевидением, с экранами, видом искусства. Чтобы, когда он выходил, заканчивал школу, он уже выбрал для себя, куда ему дальше идти. У нас четыре основных направления в телерадиосудии. Это, значит, для малышей, ну и старших ребят, это компьютерная графика и анимация, мультики делают. Это фотокорреспонденты, это журналистика, издательское дело, печатное. И, собственно, кино и телевидение. У нас такой полный комплекс. Полный комплекс. Мы к этому стремимся, чтобы ребенок почувствовал. Когда он выходит, заканчивает школу и поступает на журналистику, допустим, он уже не случайный там ребенок. Он уже очков 100 фор имеет, потому что он уже знает практически. Очень часты другие случаи, что ребята, закончив школу, с моей помощью или даже без моей помощи устраиваются средства массовой информации и работают параллельно, учась здесь. Ну, зачем далеко ходить за примером? В прошлом году девчонка, Настя Бударина, сразу после школы, после студии, она поступила в ведущий киноинститут наш, кино и телевидение имени Карпенко-Карова, поступила на режиссуру художественного кино при конкурсе «До ста человек на место». Это о чем-то говорит. Конечно, конечно. Это достижение. Вообще, как много ваших воспитанников теперь вот пошли по этой стезе в профессии СМИ, неважно, там, телевидение, радио? Да, дело в том, что, в принципе, я, ну, скажем, через студию прошли сотни, за эти 40 лет сотни детей, не обязательно все они поступали и становились журналистами, но они, то, что получали знания, они никогда в жизни не помешают. Но, конечно, те ребята, которые были склонны к этому, у которых горели глаза, как я говорю, они пошли по этой стезе. Вот Настя Бударина, последний пример. До этого десятки ребят уже работают профессионально в средствах массовой информации. В Запорожье, на вашем телеканале, на киевских телеканалах, я могу называть по именам, потому что мы все поддерживаем связи. Они приезжают ко мне, всегда заходят в гости на студию, я их знакомлю с ребятами, они рассказывают, делятся опытом, мастер-классы проводят с новичками, которые работают у меня сейчас. Вот, кстати, а как обстоят дела с материально-технической базой? То есть вы можете похвастаться тем, что вы абсолютно современны? Вы понимаете? Нет, конечно. По идее мы должны идти на шаг вперед, учить детей на завтрашнем оборудовании. Ну, к сожалению, так не получается, но тем не менее мы стараемся держаться в ногу. Мы на бюджете, на областном бюджете, и нам помогают в этом. Но этого не хватает. Мы обращаемся к спонсорам. У нас есть небольшой павильон с рир-экраном, на котором мы снимаем телепередачи. То есть есть, где дальше ребятам развиваться. То есть техника есть. Компьютерная линейка для монтажа. Десять мест, рабочих мест, каждый ребенок проходит и это. То есть, начиная от сценария, начиная от операторской работы, владения камерой, техникой, монтаж, режиссура. Каждый ребенок щупает, и потом за время обучения 3-4 года в студии он выбирает, что ему лучше получается, куда идти. Что ему ближе подошли. А с какого возраста вообще можно приводить к вам детей? Если я говорил о мультипликации, так там и первоклассники занимаются. В журналистике и в телевидении, ну, 7-8 класс это минимально. А где вообще студия располагается? Значит, адрес проспект Маяковского, 14, в центре города. Центр Грани все знают. Центр Грани это не только телестудия, это одно подразделение. Мы учим детей техническому творчеству, инжинирингу, науке по всем направлениям. От авиа-автомоделирования до научной работы, до компьютерной техники и тому подобное. Более 20 направлений всевозможных занимается. То есть можно, в принципе, прийти в телестудию, а выбрать себе в результате что-то другое. Не запрещено заниматься ребенку, если ему позволяет учеба, силы в нескольких кружках. Или же переходить, попробовав из одного кружка в другой, это, пожалуйста, запросто. Обучение бесплатное, поскольку мы бюджетная организация, и я стою на этом. Это чудо какое-то в современном мире. Ну, потому что я вам сказал о результатах, я думаю, что назвать, что бесплатный сыр мышеловки не скажете, да? Конечно, конечно. Потому что мышеловка достаточно высока. Вот совсем недавно, 25 сентября, наша команда, ребят, именно телестудии, именно связанная с телевидением, представляла нашу студию на международном фестивале «Детятка» в Харькове, телевизионный фестиваль, да. В ней, в этом фестивале принимало 850 работ из всех 48 стран мира. Америка, Южная, Северная, Европа. И вот из 5 номинаций там было. И в номинации «Радио» наша работа получила спецприз. А вот в номинации «Телепередача детской студии» мы заняли абсолютно первое место. Получили гран-при. Ну, это замечательные результаты, главный показатель работы. А кто преподает? Ну, у нас 4 педагога. Один педагог, вы видите перед собой. Вот, есть человек, который ведет журналистику, который ведет фотоискусство, и который ведет компьютерную графику и анимацию. Это педагоги с большим стажем, большим опытом, главное, талантливые. Они все талантливые. И они все профессионалы, насколько я понимаю. А сколько всего сейчас детей на студии занимается? В студии занимается, ну, сотня, больше ста детей в этих четырех направлениях. А в целом в центре 2200 детей. Ну, какие-то вообще невообразимые вы называете количество детей. Но это очень здорово. Нам остается только поздравить вас с наступающим праздником, можно сказать, тоже профессиональным. Пожелать вам только процветания. Спасибо, я передам ребятам. Итак, дорогие друзья, у нас в гостях был Михаил Эдель, директор Запорожского областного центра научно-технического творчества «Грани». Ну, и по совместительству, естественно, руководитель детской телестудии «Грани». Ну, а наших юных коллег мы поздравляем с профессиональным праздником. Всего самого наилучшего. Продолжение следует...